Результаты выборов Петросовет показали, во-первых, на мой взгляд. Явка была не низкая, она была нормальная для такого уровня выборов. И вместе с результатами выборов, с результатами Единой России, в первую очередь, я бы сказал, что административный ресурс не сработал в той мере, в которой мог бы. Что касается результатов, собственно говоря, по партиям. Итак, Единая Россия, ну я оцениваю, да, конечно, делает хорошую мину при плохой игре. Они не могут быть довольны результатом. Меньше половины, даже при том условии, что, в общем, яблоко подключится, да, или там независимый там депутат, или будут опять перетасовки, как показал прошлый Петросовет, случаться, все равно результат Единой России отрицательный, конечно. С этой точки зрения, достаточно удивительно для меня было, что сработал народный призыв справедливой России, с чем я их и поздравляю. КПРФ разочаровала, ну они сами об этом говорят, надо было давать больше кандидатов, потому что действительно где-то выборов, так сказать, выбора вообще не было, да, откровенно говоря. Ну вот, ну ЛДПР, на мой взгляд, ожидаемый вполне результат, и в целом я считаю, что для города тот состав Петросовета, который получился, гораздо лучше того, что был в прошлом СОЗОВЕ. В целом результаты ожидаемые, как мы и планировали, соотношение сил получилось такое. Для единороссов это можно считать относительной победой, конечно же, и сами не это так воспринимают. Но самое главное, что не изменилась сама роль Петросовета в городской политике, да, в том, что он делал. Потому что он, депутаты его, сам Петросовет, обслуживает кого угодно, только не граждан города. Те люди, которые туда пришли, они значительно-то не поменялись. Они, многие, кто сидел до этого, так и остались. И сами граждане, если вы обратили внимание на явку, они тоже не понимают, зачем им нужен Петросовет. Они не видят его реальной работы. Поэтому пока не придут совершенно новые люди, не обязательно опирающиеся на какую-то партийную принадлежность, кардинально ничего не изменится. Ну вот две точки зрения, которые тоже имеют право на жизнь. Ваше мнение по этому поводу. Передача «Сомнения» называется. Вот последнее прозвучало, что пока не придут совершенно новые люди. Вы знаете, они вообще-то не придут. Потому что если бы они были, вот они бы уже появились. Вот у нас проблема, и проблема, наверное, и власти, но прежде всего оппозиции, в том, что, как у Усоцкого, настоящих буйных мало, вот и нет у лужаков. Вот когда общество начнет двигаться и защищать себя, то вот из среды этого общества больше лидеров активных, новых, свежих выдвинется. Именно эти выборы, когда у нас победил обыкновенный учитель, они показали, что и молодежи-то интересно. Только молодежь, она не верит тем, кто примелькался. А город вообще должен быть выше партийных надстроек. На самом деле в городе надо решать самые простые житейские дела, и надо голосовать-то как раз за качество жизни горожан. При этом не опираясь на то, сверху разрешат нам так проголосовать или не разрешат. Если партийное руководство слева-справа одобрит это голосование или не одобрит, надо идти от конкретных житейских проблем. Потому что вообще-то уровень действительно это конкретно жилье, содержание жилья, управляющие компании, выполнить, наконец, поручение президента о том, что надо навести в управляющих компаниях порядок. Это тот самый капитальный ремонт, который был обещан. И мы обещаем, вот из жесткой нашей позиции, мы обещаем качественно проверить. И на всякий случай говорю уважаемым избирателям, вот эта листовочная компания, которая была, она окончилась. А все про свой капитальный ремонт надо вот здесь прочитать. И здесь-то как раз все дома, все лифты, все крыши и все подвалы вот здесь указаны. И когда я выступаю, я говорила, что вы сравниваете обещания с теми документами, с теми деньгами в бюджете, вот здесь как раз и указаны, где на какой дом есть бюджет. И газета продается, можно купить. Ясно. Анатолий Викторович. Я немножко не понял, мне кажется, что Рина Владимировна и ее коллеги пришли наблюдать в Петросовет. Они будут наблюдать за выполнением программы капитального ремонта. Они будут ее делать. Не брать на себя ответственность, а наблюдать, как они выполняются. Вот я думаю, что если фракции будут наблюдать, ничего хорошего для избирателей не будет. Надо работать, конструктивно работать, работать на благо горожан. Кстати, об этой критикуемой программе капитального ремонта, я думаю, ни одного не найдется в здравом уме, который скажет, что это плохо, что не надо этого делать. Вот каждый бы сказал, вот это вредно для горожан, вот это опять вредно, это надо выбросить. Это все для горожан. Но если наши оппоненты будут все время стоять против, да, будем двигаться медленнее. Наоборот, я только что сказал, что мы будем за, и мы как раз за капитальный ремонт. Вы будете наблюдать за выполнением программы капитального ремонта. Мы будем наблюдать, чтобы он качественно был выполнен. Но при этом я хочу сказать, что уже сегодня один из чиновников мэрии на собрании позволил себе сказать, вот вы выбрали такой Петросовет, не будет вам ни капитального ремонта, ни бассейна. Так вот, надо разобраться с таким чиновником, тем более, что он член вашей партии. Поэтому такие вещи, и это как раз, когда меня обвиняют в том, что я работаю против власти, работая во власти, меня вообще поражает. Я власть ни разу за все свои выступления не тронула как таковую. Да, действительно, но когда ваши члены партии говорят такие вещи, то они должны задумываться, как они опускают ту же самую власть, которая им доверена. Кстати говоря, о власти. Я вас всех перебью сразу, да. Есть у меня один замечательный комментарий главы нашей республики по поводу участия Девлета Алиханова в избирательной кампании и, кстати, вашего Ирина Владимировна. Послушайте, что сказал нам Андрей Витальевич Нелидов. Я против участия любых чиновников в избирательной кампании. Вот ответ такой, причем не одного конкретного, который вам не нравится, а всех. Действительно, это не нужно делать. Либо ты идешь работать чиновником, принимая те правила игры, которые есть у чиновника, и той партии, которая победила, и называется правящей партией. Тогда можно реализовывать эти партийные какие-то проекты. Но как можно реализовывать партийные проекты другой партии, будучи лидером третьей? То есть это неправильно. Я согласен с этим. Оценка такая, что да, наверное, не наверное, а скорее всего, я против того, чтобы любой чиновник, который работает в администрации, был задействован в выборном процессе. В активный избирательный. Он может быть членом партии, но он не должен занимать в этой ситуации на выборах какой-то активной позиции. Вот такая моя точка зрения. Вот так вот. Это по поводу... Ну, там то предложение, которое Андрей Витальевич закончил, я вообще его отнесла к Владимиру Владимировичу Путину. Когда он сказал, что не может лидер партии занимать административное место. Ну, вот я так поняла, что первое это... Ну, вопрос был, это была пресс-конференция у главы республики, да. Вопрос был конкретно по фамилиям Алиханов, да, Петеряева. Ладно, возвращаясь к нашей программе сегодня, да. Сейчас, да, у нас получился многопартийный Петросовет. Вот в первое время. Сейчас стоит ли нам ожидать каких-то внутренних разборок в этом составе? Вот как у нас было на прошлых выборах. Избрали, а потом началось туда-сюда, сюда-туда. Стоит. Они уже начались фактически. Идет тайная подковерная борьба за место председателя. Что там говорить. И все знают, и там... Цена уже называется некая. И фамилии уже звучат, да? И фамилии звучат. Да, поэтому... И Макеев. Все пойдет, борьба идет. Я бы хотел просто добавить, вот концовкам я не договорил по поводу капитального ремонта и вот бассейнов. Будут бассейны. Понимаете, мы сразу шли, мы когда говорили, хоть бы вы выбрали все 30 человек единой России, хоть не выбрали бы. Вот эта программа капитального ремонта, вот в том виде, в котором она была, и бассейн в каждом микрорайоне, еще что-то, это миф. Этого просто не будет. Давайте вот не обманывать себя. Избиратели, которые за нас голосовали, мы же не обещали ни капремонт, каждый двор в каждый дом, ни бассейн везде, понимаете? Мы не обещали. И не будет этого. А вы сейчас начинаете опять говорить. А вы ничего не обещали. И вообще непонятно, а зачем вы идете в Петербург, а что делать-то вы будете? Вы, Александр, на одной встрече вот с Денисом, когда он спросил, если вы придете во власть, вы ее захватите, вы что сделаете? Вы же тогда сказали, а и сделать-то ничего нельзя. Так зачем-то идти в власть? Почему? Мы будем делать то, что мы можем. Что вы можем? Мы будем контролировать управляющие компании. Мы будем делать так, чтобы стараться, чтобы у нас чиновники не воровали. И будем вскрывать эти факты коррупции. Ну вот вы опять идете наблюдать. Вы идете наблюдать. Это работа, тяжелая работа. И причем за это можно и получить, потому что ты находишься в оппозиции. Наблюдать очень тяжело. Я не очень хорошо понимаю позицию, но я вам приведу один пример. Вот сейчас вот диалог, я не коротенько. Едем по улице Чапаева от Древлянки вниз. В районе дома 33. Сужение дороги около 6 метров. Я так понимаю. Единая Россия виновата. Нет, это то самое откатное производство в нашей мэрии. Вот мы туда и идем, чтобы наконец показать городу, что можно безоткатно управлять этим городом. И никто в данной ситуации, из тех людей, кто выбрался, не отказывается работать. И не надо ставить штампы. Потому что идут, пришли серьезные люди. Не надо их сразу делить на своих и чужих. Это пришли представители города. У меня еще реплика. У меня такое ощущение, что у Единой России представление «работать» это значит поднимать руки «за». Вот это значит работать. Как администрация и губернатор скажут, проголосовали «за». Вот это работа. А критика это уже не работа. Знаете, мне сейчас кажется, что у нас передача суть такая свелась к тому, что раньше коммунисты во всем виноваты. Когда у нас был переход к демократическому строю и так далее. Все время коммунистическую партию вспоминали. Сейчас Единую Россию вспоминаем. Это не суть нашей программы. Мы подвели итоги. Давайте, наверное, сделаем так теперь. Мы спокойно подведем еще раз промежуточные итоги через какой-то период времени. Когда уже начнет работать новый состав Петросовета. И тогда уже конкретно будет видно, какая фракция, чем она занимается, кто кого покупает или не покупает и так далее. Кстати, я бы добавил только то, что Александр сказал, что идет какая-то подковерная борьба. Да неправильно это все. А что значит подковерная борьба? Идут консультации, идет взаимодействие, идет обсуждение. Почему сразу подковерная? А когда предлагают определенные блага за голосование, за того или иного кандидата, это консультации называется? Александр, вы все равно вас не купят. Мне об этом ничего не известно. Что же вам предлагать-то коммунистам? Вы же идеологически стоите на одной платформе. Вас ни за что не купить. Кто бы вам стал предлагать? Спасибо за комплимент. Правда? Или есть такие коммунисты, которые могут взять? Взять может каждый по определению по своему человеческому. Ну ладно, не будем об этом. Я надеюсь, что мы с вами встретимся еще раз и о том, о чем я говорил, подведем промежуточные итоги работы нового состава Петросовета. И вот там уже конкретику мы посмотрим. Дорогие друзья, я напоминаю, вы смотрели программу «Сомнения» с Денисом Базанковым. Увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»